Это скала. Она не даёт мне покоя. Как только мы отправляем туда свой отряд, дом внезапно исчезает. У тебя есть идея, что это за чёртова магия? Я не знаю, босс. Говорят, там живут какие-то безумцы. Всё, собирай новых бойцов. Нам нужны эти сокровища. Тем временем, в доме в скале. Я вот не понимаю, что им всем от нас надо. Мы тут занимаемся своими делами и никого не трогаем. Они всё ходят тут и ходят. Эх, говорили же им, сокровища бесплатными бывают только в мышеловке. Да, Билли? Ха-ха-ха-ха-ха! Скала. Сокровищ. Да, это возвращение старого доброго папачиза. Соскучились? Говорят, если здесь наберётся 100 тысяч лайков, я стану выпускать видосы намного чаще. И я советую тебе проверить эту теорию. Ну и кто из нас теперь фа***н слейв? Зона 51 Аники – это кресло, а не просто мебель. Это дань уважения культовой культуре Гачи. Кресло для настоящих мужчин. Если вам близки образы сильных, мужественных героев, которые всегда готовы поддержать своего брата, то это кресло точно для вас. Аники для тех, кто ценит силу, братство и комфорт. Кресло выполнено из прочной чёрной эко-кожи с красными яркими вставками, что делает его идеальным для всех настоящих ветров. А насчёт комфорта тоже не переживайте. Оно создано для тех, кто именно действительно хочет посидеть долго за компом и порубиться в свою любимую игру. Честно говоря, я смонтировал этот ролик полностью сидя на нём. И чтоб вы понимали, никакого дискомфорта у меня не было. Только хайф. И что самое удивительное, всё это стоит меньше, чем 300 баксов. А по моему промокоду CHZ20 ты получишь ещё скидочку в 20%. Понимаешь, насколько это выгодно? Порадую себя и почувствую себя настоящим данжен-мастером. Кресло продаётся эксклюзивно на сайте Зоны 51, ссылку на который вы сможете найти в описании. Глава 1. Начало. Это выживание начиналось как обычно. Я появился на пляже с камнем и факелом в руках. Но уже сейчас у меня была жажда больших приключений. Нифига себе, что это за дом. Блин, меня сейчас турели убьют, я чувствую это. Капец, я тут дом атмосферный нашёл. Мы в теории тут можем наверх как-то запрыгнуть и посмотреть, что у него тут есть. Я б себе построил такой реально прикольный. Естественно, пробежать мимо такой вкусняшки я просто не мог. Поэтому, отфармив немного дерева, я начал искать потайные лазейки. Ловушка или нет, вот в чём вопрос. Тут солнечная панель стоит. Ну тут гений какой-то живёт, слышишь? Да уж, давненько я не видел подобных домиков. Как только я его увидел, я понял то, что в этом вайпе я хочу построить что-нибудь уютное и атмосферное. Ну а пока я занимался важными делами, моя напарница отбивалась от стаи аборигенов. Давай, одно хп. Сюда. Приметив на карте шикарное место, мы договорились встретиться возле трейн-ярда. И как вы понимаете, бежать мне нужно было через всю карту. Отдай к нам! Ой, повезло. Он отпустил меня. Так, ты где? На Р-9? И как только я добегаю до пункта назначения, я замечаю очень интересную территорию. Где у них? А, вот тебя вижу, походу. Наверное. Да. Нифига себе. О, он стреляет. Пока я пытался сюда добежать, плюшка уже подвыдолбила им шкаф и смогла вытащить с машины ракетницу. В начале мы хотели застроить этот гараж себе и паразитировать, но оказывается неподалеку у них била билда, и сделать это у нас не получилось. Осмотрев их территорию получше, мы поняли то, что именно здесь можно будет что-нибудь ёнкнуть, поэтому нужно было остановиться их соседями. Блин, а мы в теории можем попробовать у них турельку подразбить луками и облутать её. Но прежде чем проворачивать грязные делишки, нам нужен был хоть какой-то домик. О, кирку нашёл. Чё, камушки фармлю? Фармлю. И благодаря админскому камню, который срубал деревья за один удар, мы могли спокойненько нафармить на своё первое убежище. Держи. Ну, а ещё вот это всё по цели. Мы, кстати, можем турельки подразбить луками. И у нас оружие будет. К ним как будто вообще несложно попасть на территорию. Ха. К ним даже быстро не придётся. Там, кстати, внизу где-то мой труп должен лежать. Я туда упала и не смогла выбраться. Понял. Вот отсюда вот надо турельку подразбить, чтобы мы могли туда заправиться на территорию. На, держи. У тебя есть стрелы? Да. И тут начался мой самый любимый контент. Ведь нет ничего приятнее, чем разбивать чужие турельки. Бам. Так, вообще, в теории я могу тебя забустить. Пойдём. Опа. Но то, что я даже её туда забустил, нам это ничего не дало. Опа. Ай. А ты можешь как-то пройти в слепой видимости? Нет. Это она меня и убила. Может, я встану? Встань, пожалуйста. Откуда у нас тут конь появился? И, конечно же, этот конь тоже не стоял без дела. Для него я тоже нашёл применение. У нас была слаженная работа. Пока я разбивал турели, плюшка шарилась по их территории. О, четыре тысячи камня в магазе. А там ещё печки, да, пощупать хочется? Да, и тут турель стоит. Ещё одна. Ну, ща, главное эту разбить, которая мешает, левую. А то придумаем, как разбить. Короче говоря, работёнки у нас было много. Да и нам нужно было спешить. Ведь хозяева этой территории могли появиться в любой момент. И тогда наши планы полностью бы провалились. Опа. Сюда. Ну, это было не так долго. О, так в теории я могу теперь забраться к тебе туда. Угу. А я тут не могу, да, пропрыгнуть? Ну, вы ж меня знаете. Я всегда найду слабое место на клановой территории. Так, я могу перепрыгнуть. Оп. Я тут. Может, мы сможем как-то подбайтить и аккуратненько подразбить быстрее? Может быть. Но это надо дождаться, когда утром она станет. Я её забайтил. Иди разбивай. Сейчас. Топор нужен? Кирка? Нет. Нет. Ну вот. Нормально, кстати, патронов у них. Угу. Хоть в их печках мы ничего особо ценного не нашли, зато у нас появилось первое оружие. Они только поставили все НПЗшки. И печки тоже, по 100 дерева. Даже ничего не плавили. Вообще, в теории, можно их все разбить. Но мы не знаем, кто здесь живёт. Может, тут нормальные типы живут. Мы так чисто пришли и турельки подразбить им. О, смотри! Тут лестницы есть. Иди сюда. А, там же ящик, да, стоял. Чекай. Он не пустой, нифига. Так, а мы можем с этими лестницами к ним на крышу сейчас попробовать попасть, да? Мы максимально сэкономим сейчас. Мне кажется, тут без лестниц можно попасть. Тут, походу, реально можно без лестниц попасть наверх. Прикинь. Ммм. Я забайтиваю. Сюда. О, Томпсон, базука. Со скоростной. Нормас. Подожди, может, там что-то есть? Гаражка. Тут коптер у них стоит. Да. Как они на нём уезжать собрались? Ммм. Блин, ну коптер, конечно, интересненько, интересненько. А как они на нём выезжают? Осмотрев их территорию получше, я всё-таки нашёл ответ на свой вопрос. Я понял, как они выезжают. У них тут дверь стоит. Выбраться с этой территории нам тоже не составило труда. И теперь у нас появилась цель. Разорвать эту дверку и угнать у них коптер. На соединение двух стен не прыгай. Давай, прыгай. Ай. И знаете, с кем бы я ни играл, мои тиммейты всегда мастера паркура. Нам ещё ящик нужен. Есть? Погнали. И только я собирался осмотреть их башню, как вдруг замечаю кое-что интересненькое. О, возле нас дроп падает. Прям возле нас падает. Прикинь, возьми мне питон просто и всё из дома. А выбора у нас было немного. Ведь нам в любом случае нужно было искать где-то взрывчатку, чтобы взорвать эту дверь. И у нас была надежда, что в этом дропе она как раз таки будет. Но мы не одни хотели забрать его. Там типы, там типы, там типы сидят. Где? Вижу, вижу, вижу. На N. Голову дал. Дал хип. Он лоу хп. На один выстрел. Бегает наверх. Он умер. А, убил. О, две СМГ. Чё убежит, чё убежит, чё убежит? На 120. Ой. Из меня стреляют. Меня убили, я валяюсь. Я встал. Меня убили. Я упал. Так, я вот с тебя встал. Ты подсейви вначале. А чё там было? Две СМГ, две Сачеля. И МВК чуть-чуть. Блин, вообще хороший дроп. Можно даже с СМГшкой сходить туда. Конечно же, безнаказанно этих ребят мы оставлять не собирались. Поэтому, взяв с собой СМГшку, отправляемся снова туда. Так, вижу Хазика, он там прыгает один. Может быть на скалах тебя ищут до сих пор? Убил одного. Где второй с Томиком? У него были лестницы? Да. А-а-а, жулик. Не забрал. Я нашел грецы какие-то, слышь? Что за бред? Да. Камень и дерево нашел. Но так как у нас появилось довольно много ресурсов, нам нужно было построить хотя бы какую-нибудь небольшую кибитку. Ведь хранить все это в шелтере было совсем небезопасно. Что-то ты неправильно дверь поставил, как будто бы. Как будто так только новички ставят двери. Ну а так как с дропа мы забрали две Сачели, мы могли их спокойненько изучить, чтобы в будущем провернуть наш коварный план. На самом деле мы реально можем, знаешь, что сделать? Скрафтить три Сачели, четыре, и бахнуть дверку у них, где коптер, и угнать его. Две Сачели нам надо крафтить. Именно поэтому мы отправляемся на Трейм Ярд, где нас ждал небольшой сюрприз. Тут... Тут чувак, походу, шел лутать себе, а его бот убил. Походу. Питон с бота выпал что? Питон с бота? Да. Да, тип себя шел лутать с компонентами, он на переработку, наверное, приходил. Не повезло ему. Было, конечно, жаль этого добряка, но мы переработали все его компоненты. Не пропадать же добру, не так ли? Бам. Мишка, Мишка. Спасибо за печки. Печульки. У нас, наконец-то, будут печки. Игра обретает смысл, потому что, когда играю я, печек у меня никогда в доме нет. Корпус на СМГ, корпус на калаш. Пока что наше выживание шло по плану. В нашем доме становилось все больше ресурсов, и мы, наконец-то, могли изучить Сачели. Но мы по-прежнему не осмотрели их башню, ведь там могло что-нибудь лежать. Но в итоге здесь я не нашел абсолютно никакого лута, зато обнаружил шкаф, который можно было разбить с помощью зажигательных стрел. Именно этим мы и занялись в ближайшее время. Горит? Горит, походу. Ееееееееееее! Сюда, смотри. Что мы можем теперь сделать, вопрос. Теперь мы могли снять их окна и посмотреть, что внутри у них ничего абсолютно нет. И что все это время мы, в принципе, потратили зря. Зато они не знают, что их вышка теперь сгниет. Все пусто. Печально. Ну и, конечно же, я отфармил немного дерева, ведь нам нужен был гараж для нашего нового коптера, который мы очень скоро должны были забрать. И в этот момент я еще не представлял, что нас ждет дальше. Там в будущем, может быть, тут... Что-то сделаем. У нас вообще камни нет. Фундаменты пока наставлю, чтобы удобнее было заезжать. А все остальное время я стоял и ждал, когда же наплавится наш порох. Глава 2. Беги Йоньк. Наши соседи по-прежнему не издавали никаких звуков. И это было идеальное время, чтобы Йонькнуть их коптер. Но вначале нужно было приодеться. И именно так выглядит настоящий рейдер с остальными нервами. И отсюда даже не цепляя жопой колючку, перепрыгиваем. Кстати, классно, там серный камень заспавнился. Что, запрыгнуть не можешь? Надо тренироваться. Давай, качать ноги надо. Мне просто пятнон мешал. Нормально. Вот так, хоп! И все. Ну ты как обычно в целом. Я не удивлен. Дом у них легендарный. Я обычно такие строю. И только мы собираемся накидывать сачели, как вдруг приходят внезапные гости. Кто пришел? Я вижу. Возле тачки, где мы выгоняли. Мы подумали, что эти ребята захотят запрыгнуть на эту территорию. Поэтому я сел под забор и начал ждать, как вдруг происходит самое страшное. Гаражка открылась. В доме? Да, гаражки открываются. Может он поднимется наверх? Типа на скалу залезли. Они нас контрят на 220. О, в ботинках. Нам надо наверх. Я наверху у них. Все, и не шевелимся тут внутри сидим. Может он наверх поднимется? Мы ждали этого парня, что он поднимется сверху. Но он почему-то вышел с улицы. Но нас уже было не остановить. Я на капкан не упал. Все, гг. Я его убила. Хилки-хилки дай. На, СМГ. У меня есть СМГ. Поднимается. Тут еще ниже, 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 ниже спуск. Он оделся, смотри. Я ниже сижу. Так, главное, чтобы он сейчас ничего не заподозрил. Как будто он может в джаггере сейчас подняться. Снизу открывает двери. Он с ракетницей был. Ты убил? Тут кровати, да, да, да. Тут кровати, тут кровати, тут верстак. Тут ракетница. Сейчас появится на кровати. Нихрена у них двери. Сейчас на кровати, сейчас на кровати, контри. Контрю. Тут открыто много. Тут все открыто. В смысле? Подожди, 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 контри кровати. Я контрю кровати. Тут куча чаев. Тут турель, тут турель. Убила его на кровати. Надо кровать его ломать. Вот это его кровать. Но он даже и не представлял, как же сильно нам повезло. Ведь собой мы взяли сачели, чтобы взорвать эту злополучную дверь. И теперь мы могли взорвать его турель. У меня четыре сачели. Четыре сачели, турель. Турель, турель надо... Иди взрывай турель. На, 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 я ломаю кровать, на. Окей. И сейчас нам нужно было только надеяться, что эти сачели будут взрываться. Потому что, зная мою удачу, все могло пойти не по плану. У него еще спалки могут быть внизу, да? Есть спалки. Турель минус. Он с улицы идет. Тут бункер. Улицу контрю. Убила. Хорош. У тебя есть рюкзак? А, он отсюда. Да. Иди лутай, иди лутай, иди лутай. Там вонючий бункер. Мы тут уже ничего не сделаем. Там бункер. Я не знаю, что делать. Тут очень много этих... Четыре турели, четыре турели. В рюкзак, в рюкзак забивать все самое ценное. Тут у тебя пулик. Я забила все в рюкзак. Я забрал турели. Пушки заберу. Нам бы как-то сделать, чтобы он нас не закрыл еще сверху. Да. Тут куча всего. Подожди, тут снизу. Снизу, смотри, сколько оружия справа. Ёшки-матрешки. Бери самые топовые пушки. Пятки беру. Нам нужно разбить. Нам нужно разбить эти ящики. Тут еще сверху куча всего. Скоростные ракеты. И куча стен. Офигеть. Бери. Я не знаю, что забрать. Жир выкинуть. Скоростные ракеты забрать. Где-то есть. Сейчас выйдет, сейчас выйдет. Сейчас будет заходить домой. Я, короче, забираю у него чаи топовые на фарм. С улицы, с улицы, на скале. Двое их. Уходим? Да. Давай уходить. Там же, откуда мы тогда, просто лестницу ставим и под лестницей уходим. Все, я перелазим. Я перелез. Пока у него КД, я бы вообще как-то быстро попробовал все скинуть и вернуться. Пойдем, пойдем. Да, 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 да. Пришли за коптером. Офигеть. Хорошо нас сочели более натурель. Хорошо, что он в онлайне оказался. И дверь открыл, да? Он вообще все открыл. Естественно, как только мы все скидываем, мы возвращаемся туда снова. Ведь мы могли подлутать еще очень много всего. Окей. Он дома. Он меня убил, он на крыше, он на крыше, он на крыше. Блин. Он уже на крыше, прикинь. Перепрыгиваю к нему. Перепрыгнул. Сейчас, может, попробует меня убить. Да, он домой заскочил. Там с другой стороны типы пристраиваются. Ну, мне кажется, мы правильно сделали, что не пожадничали и ушли. Он бы нас закрыл, и все, мы бы там ничего не забрали. Он лестницу снял. Да, все закрыто. Бомжи залезли туда. Два бомжа. Приставь, приставь. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Thanks for a lot. Thanks for a lot. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Уйти отсюда без хп у меня бы уже не получилось. Поэтому я решил сделать им ремонт всей электроники. Я щелфнул у него турель. Тут турель пустая. А-а-а. Ладно, я, короче, тут застрял, я разбиваю у него турель. А у меня патронов не было, анатомик. Ха-ха-ха-ха. Понятно. Кто бы мог подумать, что они зайдут именно в такой прекрасный тайминг. Глава 3. Два икса. Было очевидно, что эти ребята захотят найти место, где мы живем. И знаете, хранить такое количество ресурсов в кибитке 2 на 1 было очень опасно. Поэтому пришлось снова хватать топорик. О, вот, может тут в скалах где-то построится? Я так, такое чувство, что мы с тобой не переедем к харбору. Ха-ха-ха. Ну нам пока что, чтобы нас не зарейдили, нычечку построить там небольшую. Можем в скалах построиться, в теории. Но просто нас тут в скалах контрить можно будет легко. Но в данный момент у нас времени, чтобы бегать и скитаться по карте в поисках шикарного места у нас не было. Поэтому мы решили застроить эти три скалы. Раз, два. Тут МВК-дверь. Тут можно вот так сделать, что в будущем будет. О, тут можно подъем сделать вообще наверх. Угу. Строительство в скале это всегда огромная импровизация. И запомните, самое главное правило, чтобы тебя никогда не зарейдили. Строить что-нибудь непонятное. Я МВК-дверь не брал одиночную. Ладно, мы пока просто нычечку сделаем и все. Так, нам сейчас нужно будет максимально по-тихому все это сделать. Удрать отсюда. Ракетницы, короче, все клади в сумку. Да, чтобы они не видны были. Так, мы сейчас пойдем переработаем все. У нас сразу третий верстак будет. О, я могу второй верстак поставить на крафт. Интересно, они заметят то, что у них вышка прогнивает? О, на крыше стоит. На крыше, на крыше. Грустно стоит на крыше. Он посмотрел по ящикам, понял то, что у них уже все забрали. Да, если у них так, тут компонентов дофига было. Прикинь, что они в бункере там лежат, офигеть. Прикинул, там, наверное, ракета вообще тьма. Мы точно тут играем один день на сервере? Ой, жестко. И сейчас я вам покажу неоспоримое доказательство, что в игре есть Pay to Win. Чтоб вы понимали, обычные ящики в скалы вы не можете поставить. А вот бочечку можно. Вот этот маленький ящик поднимай. Сейчас мы стоим. Мы такой себе бункер отбабахаем. Сюда можно либо такую бочку, либо... Ты посмотри! Оп! Нашу маленькую кибитку мы пропылесосили абсолютно полностью. Оставив рейдерам небольшие крошки. Мы понимали, что скорее всего, ее скоро взорвут. И в это же время, с их вкусным чаем мы отправляемся на фарм камней. Ведь нам нужно было поставить хотя бы буферку. Кстати, а мы могли бы, знаешь, что сделать? Забайтить этих типов на нашу маленькую кибиточку. Сделать вид, что мы там живем. И они такие, о, так мы сейчас рез и вернем. Тащи ракеты нафиг. Я считаю, что нам надо сейчас улучшить и сходить в гости к нему еще раз проверить. Не только мы собирались идти домой после плотного фарма, как вдруг на нашем пути появляются какие-то челики. У меня... Двое, двое, двое! Они в доме? Меня убили, меня убили! Ты фул, да? Да, я фул. Там еще, там еще есть, там еще есть. Конечно же, отдавать такое количество ресурсов мы не собирались. Поэтому, пока плюшка продолжала с ними сражаться, я хватаю пушку и отправляюсь к ней на помощь. В надежде вернуть свои каменные камушки. По скалой, по скалой! У меня их тут... Меня убивают. Убил его, возможно. Нет, он живет. Ну ты еще двое. Убила этого. Еще один, в синим, в синим. Я к ним на крышу запрыгиваю. Убил. Так, в хате у них делать нечего. Убил. Тот си прям за дорогу. Меня убили справа. Подожди, подожди, сейчас. Убил его. Ну, та сумка у него. Большая. У него ресы. Тем много ресов, тем много ресов. Томик. Хилку. Слева. 20 хп. Я ему дал хит. Я ему дал. Он умер. Я его убил. Выкинул, выкинул, выкинул. Убил. Крадется, крадется с левым бомж через дорогу. Надо убить его, чтобы он не следил за нами. Ай! Меня убивают. Меня убили. Их двое. Ты полностью умерла? Да. Я не знаю, что здесь происходило, но они лезли со всех щелей. И нам нужно было быстрее отсюда сваливать. Ой, у меня чел. Убил. После такого замеса мы решили самую малость отдохнуть и стояли в доме в АФК. Как вдруг услышали взрывы в стороне нашей кибитки. Они, наверное, поняли, что мы куда-то сэвили. А у нас шкаф на замке был? По-моему, нет. Я не думаю, что они сейчас застроятся. У нас есть время. Слышу, топает там до сих пор. В ботинках. Убегает. Уже убегает. Один дед. Второй дед. Сачели. Но это весь наш шлот, нет? Да, они вынесли. Лутай, лутай. Вот второй. Ой. Я умерла. Убил его. А может и нет. У меня. У меня. Он меня убил. Он меня убил. Там его тиммейт. Берда. Двоих убил. Забрал калаш. Убил одного. Тот наверх поднимается на вышку. Меня убил с вышки. Сверху прям? Да. Вот он. Меня убил. Убил его. Я всех убил, я упал. Есть палка рядом? У меня 40 секунд. 40 секунд. Короче говоря, делать нам там было уже нечего. Потому что они сидели на вышке, бесконечно спавнились и бегали туда снова и снова. Наступила глубокая ночь. Мы стояли в своем домике и не двигались. Как вдруг на нем начали бегать залутанные челики. И они явно бегали здесь не просто так. Так, буферки есть, да, в нашем доме? Ну, буферки есть, но потолка нету. До сих пор бегают там. Сидят, ждут. Ну, я могу улучшить потолок. Не надо пока, подожди. Проблема в том, что я шкаф уже открыл, а они услышали. Ну, они тут вдвоем или втроем стоят. Что, мы их боимся или не боимся? Я думаю, мы их не боимся, я улучшаю. Потому что они сейчас могут блок поставить и все. Ку-ку! Ку-ку! Что вам надо от моего дома? Уходите прочь! Уходите от моего дома! Я вас не ждал! Мне страшно! Уйдите, пожалуйста! Ну, они по-любому хотят зачекать, кто здесь живет. Конечно. Фонариком, да, светит? Да, прям на меня в топ-сете. Он один? Нет. Может, с улицы прийти, посмотреть, где они. Один на скале, прям напротив выхода сидит. А один на крыше, походу. Голый. Ну, они ищут наш дом. Мы их боимся? Он меня убил. Пип-пип-це, да. Я закрыл дверь. Да, это они. Пип-це. Было непонятно, каким образом они нашли наш дом так быстро. Но, скорее всего, они как-то за нами проследили. Теперь мы знали, что они нас вычислили. И нам с этим нужно было что-то делать. У нас проблемки. Какие? Ну, вот. В виде наших друзей. А-а-а. И они явно что-то хотят сделать с нашим домом. Ну, чтобы от них отбиться, нужно было выйти на улицу. А это было очень проблематично. Нам нужно сейчас застроиться быстро. У меня есть идея, как это сделать. У нас осталось тут что-то, чтобы быстро застраиваться. Подожди. Иди сюда. На, поставишь. На, поставишь, а я улучшу. Где ставить стенку? Переди. Прямо перед выходом слева. Ставлю. А, не дает. Теперь справа. Туда. Внезапно для нас эти ребята куда-то резко исчезли. И было понятно, что скорее всего, они побежали за взрывчаткой. Нам нужно было подготовиться. И надо выходы в разные стороны сделать. Двойные. И две витрины. Как мы делаем выход? Сюда. И потом, наверное, один выход сюда, да? Потом еще раз. И сюда дверь надо. Чтоб по две двери было у нас. И только мы заканчиваем наше строительство, как вдруг они снова возвращаются. Но теперь мы были готовы давать им отпор. Вначале я хотел вставить сюда эпичную музыку, но думаю, это подойдет сюда намного лучше. Лутаю его друга. Убил. Иду налево. Я на крыше лезу. Он тут. Я его друга убил. Он у нас на хате. Убил одного. Я не знаю, где он. Я пока хилюсь. Один на улице. Тихо. Убил. А вот и семерка. Я забрал калаш. Ты? Да, тут они бегают. Там еще один, там еще один идет. Дело пахнет чем-то. Теперь у нас есть хотя бы калаш. Что уже прекрасно. Потому что эти МПшки, они вообще нифига урон не наносят. Каким-то чудесным образом мы умудряемся отбиться от всего этого нашествия. Но самое главное, в моих руках наконец-то появился калаш. И вот с него теперь я мог стирать кого угодно. Да, прикол, конечно. Тут на скале можно вообще стоять. И не давать типам выходить. Отсюда очень сложно из нашего дома выйти. Надо какую-то турель поставить на крыше, короче. Убил типа второй раз, который себя лутать шел. Но так как турель мы еще не подключили, мне пришлось ее косплеить. И убивать всех налево и направо. Убил одного. Убил. Там еще труп валяется возле стенки, надо его облутать. Давай, я пойду голая облутаю. Честно говоря, возле нашего дома валялось слишком много мешочков. Их просто было уже не пересчитать. Я даже и представить себе не могу, сколько раз они к нам приходили. Но я уверен, что если бы мы не расширили наш домик, мы бы ничего этого сделать не смогли. Они бы просто нас зажали и зарейдили. Но теперь они знали, что в этом доме живут серьезные ребята. Но, будем честны, эту ночь дом наш не проживет. Но никто не говорил, что он должен прожить эту ночь. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- прикинь сколько у них ресов они все бегают и бегают к нам это кошмар просто блин он умер теперь эти клановые игроки узнали что такое скала смерти и что пока мы в онлайне ловить здесь им явно было нечего в какой-то момент эти ребята подумали что мы читеры и пришли рассказывать нам душераздирающую историю да мы типа файтились когда нам в спину начали нас потом всех в спину позакрывали все и потом все посыпалось а как вы почему вы пришли именно к нашему этому дому как так вышло блин я увидел эту хату которая на р9 ваша первоначальная была откуда вы с нашего дома рез стаскивали а почему он понял что там поставили двери как я понял с нашей как раз хаты вот и мы ее типа зарейдили и вы пришли вот с этой стороны типа когда под вышкой там файт был просто сюда побежал вижу что у вас опять те же двери стоят ну блин так вышло что мы просто чисто мимо проходили а тут ваша база у нас у нас тип пишет типа меня дипают с крыши типа я не дома вот он один я думаю ну типа дипают дипают но типа двери закрыл сидишь он потом говорит что тип уже в лутовой там все выносят поэтому нормально короче говоря мы с ним хорошенечко поговорили по душам и выяснили все что мы хотели от них узнать но если вы хотите стать таким же брутальным как этот челик то заходите в мой телеграм именно там я оставлю эту картинку для ваших аватарок глава 4 банда деревенщин потихоньку наша жизнь начинала налаживаться и эти замесы были отличным уроком для нас ведь у нас были турели которые мы могли поставить чтобы они нас защищали ведь желающих нас убить было очень много поверьте мне а еще те челики которых мы развалили возле этой скалы начали выписывать нам в чат и я честно говоря до сих пор не понимаю их претензии но тем не менее они нас интересовали в последнюю очередь потому что дел у нас было очень много помимо них к нам частенько начали захаживать рандомные челики и очень скоро я вас с ними познакомлю ну они так чисто пришли посмотреть что за кто тут живет ушли на спальнике до ушли а как они нас узнали все просто ребята на нас сильно обиделись и начали спамить в чате где мы живем тем самым они полностью пытались заруинить нам игру как говорится если самим не получается то мы натравим весь сервер но ничего страшного к этому мы были готовы у нас уже были турели ха ха турели убила в это же время нам срочно нужны были компоненты чтобы наконец-то хотя бы что нибудь изучить но такие планы были не только у нас убиваем этого верхнего давай он умер второй там же вижу по моему умер еще один есть на бочках на бочках на бочках один я поняла слева слева пикает убили нет жива спатья стрелял да я одного убил один слева у меня убил одного меня убили кто это не знаю hello my name is да вот он меня и убил признаю к такому количеству челиков которые сидели на трейм ярде мы не были готовы но ничего страшного оружия у нас было более чем достаточно чтобы вернуться и попытаться еще раз интересно они все в шестером тут были в одной пачке или это все-таки разные типы один минус full убил одного ты жива я да нет там никого вроде нет тут компоненты тут все мертвы хорош надо отсюда уходить будет фиговая идея тут перерабатываться согласна там на крыше еще труп лежит так 300 скрапа тут лутая сверху на крыше было чувство что на трейм ярде собралось примерно пол сервера но мы все равно смогли оттуда свалить прихватив собой огромное количество лута ну а пока мы там сражались не на жизнь а на смерть кто-то байтил наши турели кто-то байтил турель у нас турель выключилась у нас турелев надо будет что-то с ней сделать может еще поставишь эти солнечная да давай двое в хазиках кто вы байка ты же сыр да акачизи нет пармезан а ты какого вкуса короче говоря после того как спалили инфу где я живу все начали бегать к моему дому и в основном они были не очень дружелюбно настроены как-то раз я даже решил проследить за одним из них и поздно включил запись и именно в этот момент я получаю очень важную информацию он с ракетницей леся да чё с ракетницей увидел меня может он пойдет ко мне сейчас знаешь что я думаю что они подумали то же самое и хотя знаешь что сделать взорвать наши турели может быть я буду следить за ним он бежит куда 110 и живо вижу 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 да 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 он тебя целит мы не сможем облутать если убьем долгое время я следил за ним по кустам и не издавал никаких звуков но он меня убивает ну один патур или там молчанка умер второй умер но они по двумя турелями сдохли правую разбивай правую прям центральную а вот он тут встал разбивай центральную турель пластиком взяв с собой немного скоростных ракет мы резко начинаем взрывать их турели чтобы облутать челика с ракетницей но тут мы кое-что не подрассчитали меня убили меня убили лутай чего-нибудь убивай его на мне на мне на мне будет сейчас теперь мы знали что здесь будет не все так просто ведь здесь жила целая деревня которая обходила нас со всех сторон и это кппшка была под серьезной защитой да уж сейчас мы почувствовали что возле нас живут серьезные противники и было непонятно чего можно от них ожидать но судя по тому что у них была ракетница за спиной настроены они были серьезно плюшка отправилась отдыхать а я в это же время выходить не собирался я понимаю что в ближайшее время они захотят нас зарейдить поэтому отправился на плотный фарм но после чего я естественно заглянул на свою старую любимую базу где как раз уже подросла картошка картошечка нам было нужно в это же время я пошарился по их территории осмотрел что же здесь изменилось кстати говоря ребята которые сливали инфу где живу жили как раз таки в этом доме и судя по тому что в доме не издавалось никаких звуков они просто пока что ливнули видимо на нас у них пригорело очень знатно а так как у нас не было никаких изучений нам частенько приходилось ходить на трейн-ярд где постоянно сидели и перерабатывались клановые игроки один умер еще один еще один умер еще один на этом наверху сидит на кране а я упал их тут еще двое леся я двоих убил полностью полностью убил по фуллу пока она всеми силами пыталась сдерживать противника я взял с собой самый топовый сет и отправился ей на помощь один минус добил лутает себя два хита ему дал убил убил еще есть возможно я на перерабе 200 скраба забрал прям за ним сидит слева убила сумки блочу то у них нет вот еще сумка она пустая тоже очень улутался не знаю вот внутри челсоверки вот смотри иди сюда вот вкусняшку лутой ооо короче говоря фармшоу у нас по плану а так как ресурсов у нас стало слишком много мы решили немного укрепить наш дом и знаете за что я люблю жить в скале так это за то какой можно навести здесь уют и как можно хорошенечко спрятать шкаф так что его никогда в жизни никто не найдет только читер а еще мы хорошенечко подготовились и раскидали локеры ведь мы понимали что если нас придут рейдить в онлайне каждая секунда может стоить наших ресурсов и сейчас я вам просто покажу что у нас было в ящике всего за один день игры у нас шатересов подозрительно много стало вот теперь можно сходить и пофармить металла чуть-чуть теперь я доволен ты можешь калаш изучить базуку изучала вчера да вот базуку изучала калаш можешь изучить скоростные ракеты изучены можно камеру вот эту будет куда-то поставить еще крутилку кстати можно над нашим домом и вверх поднять поднять короче и поставить туда камеру на самом деле этой камерой пользуются немногие и очень даже зря ведь благодаря ней можно будет постоянно следить за тем кто сидит у тебя под домом и знать абсолютно обо всех передвижениях вокруг твоей базы глава 5 вредительство нам все же было интересно что за территория находится неподалеку от нас и зачем они к нам приходят поэтому решили наведаться к ним в гости взяв с собой немного лестниц а вот куда бомжары к нему забираются а ты в курсе что мы можем у него ферму бахнуть и дом у него не сильно у этого бомжа так дом у него реально сильный может они уже разбили какой-то космочел тут абсолют вот это абсолют разбивали какие-то вот это красавчики слышишь они с копьями тут были да они вон с копьями с этими пришли немного пошарившись по их территории мы услышали что сюда кто-то подбегает и мы понимали что это были те самые бомжики которые разбивали им турели и так как у нас были примерно схожие планы мы решили с ними поговорить чего вы тут делай поговорить с ними спроси что они тут делают чем это делаете о чем турели ломается чего вы это делаете до обозрали вы уже сломали туреля до сломали идите сюда так мы познакомились довольно забавными ребятами назовем их биба и боба а там еще одна база есть и конечно же эти молодые парни решили показать нам мастерство по байту турелей она пустая все пока они занимались турельками мы решили посмотреть что находится за забором и заодно пошарится по их башне чекай ящик я тебе говорю тут что то есть он болт нифига ну-ка с этим болтиком можно посмотреть что у них там на территории смотри можем десантироваться туда только наверное с этажа пониже потому что больно будет сейчас о смотри идеально вот так сериал и потом вот так вот еще стурели открываются и я умираю но мне повезло открывашек здесь не было и теперь я мог спокойненько исследовать эту базу пока владельцев не было дома у него кровать на соломе стоит слышишь минус кроватка короче тут пока что ловить нечего но у него там горошка открыта да да горошка открыта снизу закрыта там дальше ну дом у него изично следом за этой базой мы решили заглянуть и кто и которая находится в глубоком лесу где ребята байтили турели и помните я вам уже говорю что все в моей команде топовые паркуристы вот вам еще одно доказательство давай твоя очередь вот так вставать ребята вот так вставать пожалуйста с 3 а так встань джорджи подросток подросток все не поднимать выше так высоко не надо ты в это видео как он сдох все что-то выше не надо ха 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 мыandel же убери я запрыгнул можно к нему на крышу залезть мы теперь не успели мы посмотреть что находится у них на крыше как вдруг они появляются в онлайне Поднимается наверх. По мне стреляет турель. Он на крыше, походу, уже. Да, убил меня. Может, я встану? Нет, я не встану. Блин, конечно, есть идея, но это, блин, очень рисковая идея. Но риски меня никогда не останавливали. Прежде чем проворачивать мою идею, я решил воспользоваться дроном. Ведь нам нужно было понять, где находятся у них турели. Кто это? А-а-а, с двушечкой тут стоит, смотри. Угу. Я думаю, на крыше у них ничего нет. А он калаш нашел на крыше. Погнали просто расфигачим у них турели. Мы возьмем сколько там скоростных. Самое сложное будет просто попасть к нему туда на теру. Может, ты возьмешь не берданку? Ты как с берданки его перестреливать собралась? А с чего мне его перестреливать? Что-то автоматическое, Томпсон в упоре. У него калаш. Вот прикинь, он стреляет. А ты стреляешь. Вот и все, как бы, понимаешь? Нам еще до его упора надо дойти. А так хотя бы я с ней сомневаюсь в моих способностях. Я сейчас, знаешь, что буду делать на эффект? Сейчас все будет. Не ссади, главное, и все. Давай. Сейчас сольемся, пойдем северо фармить. Ну, в этом и был мой план, понимаешь? Я залез. Я его взорвал! Походу. Вряд ли он должен меня видеть. Турель в меня не стреляет, значит, его тут нет. Блин. О, нет, он меня увидел. Я куда упал? Я в твою сторону упал, лутай меня. Он умер. Я перелезаю к нему через забор. Ку-ку! Ку-ку, май-ли-ли! Ку-ку! Я пока просто контрю. Трехочковая. Я себя взорвал. А он нет. А он не взорвался. Да. Ну все, ты за отмена. Но вы же меня знаете. Я настырный. Поэтому даже на этом сдаваться я не собирался. Все, контрим просто дверь. Утаю его. Скоростные ракеты у него мои. тихо подожди не спешит к похилилась он на крыше может быть поднимаюсь к нему на крышу вижу турель взорвал 1 открываю двери взорвал 2 взорвал минус 1 турель их двое там я взорвался леса опять честно говоря я не знаю что происходило с этими ракетами но каким-то образом этот сплэш меня постоянно убивал но меня уже было не остановить тут трап трап аккуратно тут турель тут турель тут турель не тут еще один я одного убил там второй был ладно погнали фармить короче но если вы думаете что и сейчас я сдамся то вы сильно ошибаетесь я пришел к ним снова так как во второй раз меня убили их соседи я знал то что они будут бежать в сторону дома и поэтому решил их перехватить а в это же время их байте у школьник даже боися выйти из дома понимаешь же гуришь клану по и шаглав быть здоровый цвет сам бойся выйти из дома все все так и скажи все иди плач подушка гаражки они выходят он вышел нет ты жива или мертва пока жива я одного убил они домой бежали он умер встал на доме у меня два каша все ухожу да уходи уходи в севе калаши я 2 не лутал вот и 2 иди убил на улице у них гантрап тут у них все двери открыты гантрап ты сдохла нет где гантрап понял здесь гантрап сверху ты не запрыгнешь туда идет идет это наш был он закрыл дверь пофиг я на крышу я на закрыл ворота убил его ты жива нет я на крыше я внутри у них он закрыл убил возле входа сидит у меня гранаты калаш по улице бегает вокруг его убил наш убил убил на мне куча ганы идите берите туда тебя вам дам на меня это я тебя убил он тут появился это дробовик это просто имбища как же он крошит понимаешь те скоростные ракеты они вообще ничего не стоили по сравнению с тем что мы у них забрали видишь для чего сумка нужна ты ее скидываешь и все и возвращаешься быстро ближайший куст имба вообще вряд ли они откроют еще двери но у судя потому что он так открывает может быть не вообще может быть слушай можно попробовать еще раз к ним запрыгнуть час ох зря эти ребята сидели у нас под домом теперь мы будем устраивать им адское пекло но сейчас вы увидите что такое настоящая боль соседей так один в доме открывает убил ворота открыты соларкой выходил там малолетняя я найду твой дом и заряжу тебя понимаешь у меня прям часа лежит здесь около 50 ракет тебе она прикол в том что ты меня не можешь зарейдить а я тебя могу понимаешь он с ним и мандалам да он умер это я сейчас он следом прям бежит ай я не знаю как так вышло но сегодня судьба была явно на моей стороне после выстрела в голову у него ломается мп-шка он умер я вижу гонтрап разбиваю разбил дал ему голову его друга убил лишь бы меня сейчас со спины не убили и все граната кидают и хоть они умудрились зарандомить и взорвать плюшку и я остался здесь один но я явно отсюда убираться не собирался моей целью было закошмарить этих соседей так чтобы они не захотели дальше с нами сражаться я внутри возле кровати он на улице он на контрит выход он умер я все у них тут металл потолок убил его он у них тут металл потолки прикинь тут вообще не зирает в какой-то момент они настолько сильно начали меня бояться что перестали открывать двери и просто пытались меня взорвать гранатой он взорвался он взорвался я могу ему кровать потушить это капец прикинь я им уже пол дома продипал смотри сколько у меня пушек я у них доме сижу пока у меня дробовик в руках он не сможет вообще домой зайти и выйти из дома спустя пару попыток они переключились на тяжелую артиллерию я открою дверь смотри я у него внутри я ниже спустился короче говоря в их доме я наводил свои порядки я умру здесь то я буду биться до последнего я у них уже знаю как весь дом устроен я знал что это открытие дверей станет для меня последним но вы просто и представить себе не можете какой же фан от этого я получил я сражался до последнего ты прикинь в каком они шоке эти типы леся я предлагаю что они будут первые кого мы бахнем потому что у них дом вообще супер изи да и тем более они сами говорили что внутри у них лежат 50 ракет а это как нам показалось было отличной инвестицией для нашей пещеры сокровищ неподалеку от нас били вертолет и мы прямиком отправляемся туда как вдруг слышим эти прекрасные звуки это у нас две ракеты беги домой короче дашь инфу третья ракета успеем мы добежать до дома эти ребята настолько сильно расстроились что решили напасть на нашу крепость но как вы видите мы даже особо не спешили ведь мы понимали что ее зарейдить будет очень сложно голову да у меня убил 5 хитов ему дал голову и 5 хитов подожди и я ему хит дала это эти типы да с базукой умер один номер второй прям под дверью контрит тебя они сдохли еще есть двое только было есть глушитель меня убил не вижу не вижу откуда он меня убил с каждой минуты этих ребят становилось все больше и больше судя по всему на эту вылазку они собрали всю свою деревню но наша скала к этому была подготовлена умер этот умер убил они все мертвы вот видишь не зря у нас много дверей вообще в доме тут еще калаш а это не пашка а еще один калаш лежит слышишь ой с лестницей бежал прикинь бедненький хорошенький они одну турель получается у нас тут разбили да что-то 8 ракет как будто на одну турель многовато было благодаря этим добрым ребятам в нашей пещере сокровищ становилось все больше и больше но даже после этой первой попытки в которой они просто все полегли они останавливаться не собирались он пушит слышишь вот это ошибка новичка смотри по полю идет он меня сбривает он умер ай друга его убила еще раз нормально он до стреляют он там же за скалой сидит а вдруг себя бежал у татья его убила дал хит ему два хитая ему дал он умер ты валяешься нет это не он он не меня убил а кек я думал он тебя убил нет у него мпшка сломалась эти деревенские жители прибегали к нам снова и снова в надежде нас потушить и все остальные полчаса времени выглядели примерно так девочки вы заколебали отстаньте милахи а один минус 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 всех убил троих hello что там поговорю хватит Привет, пупчик Ну, они, короче, теперь поняли, что это я Потому что они бойсерали Зато какой контент они делают Классный После всех этих нашествий Я решил наведаться к ним в гости Ведь было понятно, что эти ребята очень сильно по мне соскучились Хи-хи-хи-хи-хи Куда собрался? Хи-хи-хи-хи-хи Джорджа! Он бегает и кричит Алло, Джорджа, тебя нефиг делать Чем мне еще заняться? Конечно же, они пытались меня отсюда выкурить Но от этого мне становилось только веселее Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Меня зовут Джоджа! Воу-воу-воу! Ам-м-м-м-м! Ам-м-м-м-м! Да уж, я стал их самым главным ночным кошмаром. И мне кажется, они еще надолго запомнят, кто такой Джоджа. Сдавайтесь! Да уж, жалко, конечно, этих добряков. Ведь мы вытащили с их территории огромное количество пушек. И им теперь явно было нечем отбиваться. Доброго! Джоджа все засейвил! Джоджа молодец! Джоджа! 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 Я твою мать! Он меня убил. Убегай оттуда сейчас, они будут тебя пытаться догонять. После всех этих замесов мы решили немного оставить их в покое. И накрафтить немного ракет. И потратив на это около 30 минут, мы были готовы отправляться к ним в гости. Мы можем так же через забор перепрыгнуть, а Илюху как раз посадить на вышку. О, справа типа. А, ну почти гений. На контроле перелазить можно спокойно. Ой, по-моему, Калаш из сюда идет. Может они домой идут? Честно говоря, мы не рассчитывали на то, что эти ребята будут идти со стороны улицы. И как только мы услышали выстрел с Калаша, мы поняли, что это владельцы этой территории. И сейчас нужно было резко принимать какие-то меры. Да, ворота, ворота закрыл. Надо будет заходить. Не пались, пусть сюда пройдет. Минус два, еще один есть. Леся, 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 Леся. Рейд отменяется. Забрала? Да. У того? Тот просто пустой. Уходим отсюда, рейд отменяется. Выходит на крышу. Не, с другой стороны, с другой стороны обходим. И лестницу ставим. Гранаты, гранаты, гранаты. Просто выбирайся оттуда. Глава? Домой. Скорее всего, эти ребята потратили огромное количество времени, чтобы закупиться таким количеством ресурсов. У них было 4000 топлива. И сейчас нам было очевидно, что они хотели что-то сделать с нашей скалой. Слушай, как будто они готовятся к рейду. Слушай, тебе не кажется так? Они, естественно, побежали вслед за нами. Но догнать нас им не удалось. Прямо на их глазах мы заносим все их ресурсы к себе домой. Пусть они знают, что мы домой унесли. Сейчас, пойду к ним гол и слышь, поору в микрофон. Так, ну, я думаю, с топкой проблем у нас уже не будет. Думаю, да. Может, еще серку фармануть? На самом деле, мне очень сильно хотелось узнать, как они себя чувствуют. Ведь когда они убивали нас, они писали об этом в чате и радовались на весь сервер. Спасибки! Спасибки! Спасибки за топливо! Как раз тебе было! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Хорошо. Не за что! Забирай хоть все, мне по... Ты е**аешь! Спасибки! Спасибки! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Ой, как вкусно! Три с половиной тысячи топлива! Строка ткани! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Ам-ам! Ам-ам-ам! Конечно же, они были не совсем в восторге, поэтому они любой ценой решили меня убить. Хе-хе-хе-хе-хе! Я хочу, чтобы они ливнили. План такой. Они сейчас в жестком тильте Один из них сейчас на улице Понимаешь, к чему я веду? Пойти их рейдить? Пойти их зарейдить, пока они в тильте И у них там, наверное, гаражки Вообще половина открыты Ну-ка, я сейчас свою теорию проверю, знаешь как? Чисто с двушечкой туда запрыгну Я к ним на территорию попадаю, как к себе домой чисто захожу Бананище, все, сдался Окончательно Сдался, проиграл, как говорится Блин, ну они закрыли гаражки Не, получается Теория неверна Но я знаю, куда бить и где у них 100% шкаф стоит Можно просто в стенки накидывать Как лучше будет, в стенку накидать Или по дверям пройти И там накидать Я думаю, по дверям лучше, чем в стенку Так, они хотя бы таскать лут не смогут Чувак, это как будто хорошее время, чтобы заняться этим Их база не выглядела чем-то сложным Да и я знал, как она примерно устроена Поэтому 20 ракет нам было вполне достаточно Ну и плюс ко всему Пока они были в онлайне Мы были обязаны действовать В глубокой ночи мы наконец-то докрафтили ракеты И сразу же отправились в гости к нашим любимым деревенщинам Так, у них даже дома свет не горит Неужели они после этого просто... Можно без жопной боли залететь туда По лестнице Без жопной боли тут же нормально заходить Как будто надо первому там, я не знаю, прыгать без ракет Ой Ну давай я запрыгну уже Так, я на месте В прошлый раз с первого раза залезла Сейчас не могу Так, ну это типичная наша операция Давай Давай Все, уходим Уходим Рейд отменяется, уходим Но все же спустя некоторые мгновения Мой отряд был полностью в сборе И мы были готовы приступать к рейду Ой, ты фигово прыгнул Да, все отлично Нет, нормально Работаем, накидываем, короче Хилься, хилься И накидываемся в дверь Готовы? Да Давай Дальше гаражку Снизу вверх Я стреляет И там сачельку можно кинуть Угу Открывает гаражки Молодцы, че сказать У меня тима ливнула, бля Я вам так скажу Я вам так скажу Либо зарейдили типов У которых по факту Ну часов, не знаю Тысяча Молодцы просто Накидывай, стой Не подходи Я стреляю, а потом ты Дальний угол становишься И просто в угол лупишь Он в МВК апнулся Это ему не поможет Он в жагере Здесь че Ракетой бахаем просто Надо потолки тут Рейдить Ой, 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 ой Йой, ой В жагере выйдет Если что с ракеты Сразу ему в лицо Кидай тихо он лезет 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 стой скоростную заряжаю бобовка он вылез вылез под бобовку по-моему посвяти я не вижу он сам себя взорвал походу он сам себя взорвал все нам просто в потолок мбк накидывать надо потому что мы его уже продамажили сколько у тебя ракет 7 че чизи молодец прохвала тебе дай пта чизи плюшкой какой-то мелкий знал бы он что это все я слышишь так стой все а вот и сюда смотри шкаф на это full диспавн тут вообще ресов нет тут full бункер лестница реки я поставил леса хочешь прикол да они поставили мультик но не закрыли шкаф смотри бэм ха 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 хаха горошку поставил свою самочек еще поставлю свой Конечно же, в их доме мы устроили полноценный ремонт и выбурили абсолютно все их спальники. На самом деле, это был мой самый странный онлайн рейд, ведь не на каждом рейде чуваки взрывают себя сачелями. Меня в окно сбрили. Первый пошёл нахуй с пляжа. Ребята, вы чё, задеспавнили что ли всё, или как так вышло? Так вышло, я тебе говорю, ты зарейдил новичков, ты молодец, просто гений. Каких новичков? Вы нормально стреляете, новички. У вас по 4000 часов профиля, новички. Так у меня у половины тиммейта поливали, у них часов нету, нахуй. Ты молодец, Физис, слушай, тебя респектно. Прям гений, я... Чувак, вчера, когда твой друг убил меня с компонентами и писал в чате, что я ч... Типа, ну, понимаешь? Это чисто ваш друг виноват. К нему претензии. Если бы он в чат ничего не писал, мы бы вас не трогали. Да, да, слушай, ну, молодец, ладно, чё сказать, вы давили моих тиммейтов? Реально, нет, у нас нахуй. Хочешь, я тебе вторую хату отдам, мы всё равно играть больше не будем. Ну вообще, вообще можешь просто показать, чё там есть. Погнали, погнали, погнали. Естественно, осматривать его территорию с ракетами я не собирался, ведь он мог меня спокойно обмануть. А так мне, в принципе, терять было уже нечего. А у меня вопрос, а как ты так играешь с такими вот... Вот твой тиммейт школьник какой-то, который... Ну это вообще, ну это пи***цно, я... Это не мой тиммейт. Это просто был чувак, который вам турели разбивал, и мы решили... Не, не, это тоже не её тиммейт даже. Поклоняйтесь мне, я король этой территории. А блин, а мы хотели как-то зарейдить её. А у вас тут нифига нет. Как вы понимаете, вся их команда ливнула из-за того, что мы их довели до белой горячки. И последней каплей как раз было то, что мы у них забрали огромное количество топлива, которое они часами меняли в мирном городе. И именно благодаря нему они собирались в будущем нас зарейдить. Естественно, домик в лесу он тоже решил показать. Чтобы мы убедились, что ракет у них в принципе нет. Ну хоть посмотрим, что тут. Мы потому что думали его зарейдить тоже. Ну тут лута бодро прям. Вот там только сета лежат сзади. Там гантрап. Вот. О! Ой, блядь. Ну гантрап у тебя легендарный, я тебе скажу просто. О, циферки. Подожди, это не мой дом. Ну у него гантрап и легендарный. О, стой. Вот эту, вот эту вот, да? Вот этого. Вот этого надо убить. Убей его. Убей его. Сейчас, подожди. Сейчас, на. На, убей его нафиг. О, может это я, может это я. Хорош. Вот здесь внутрь спускаетесь. Трап. Вот там вот шкафчик, там вот компачи слева. О, в этом доме в лесу как раз таки жил самый токсичный парень из их команды. Именно из-за него и началось это долгое противостояние. Но забирать отсюда лут не было никакого смысла, ведь в нашей скале сокровищ было гораздо больше. Ну и в свою же очередь мы решили показать этому пареньку наши хоромы. Смотри сколько тут выходов просто. Тут, только туда не прыгай там турель. Да я вижу, блядь. Все, можешь идти. У вас два на два, да, мэйн? Мы, кстати, знаешь, что хотели? Мы хотели вот эту ткань с топкой принести. Смотри. Вот эту ткань с топкой принести и пойти серу фармить на вас. Понимаешь, ну, тут угадать где шкаф с первого раза, ну, вообще нереально. Смотри. Вот у нас вот такая мини-лутовая, короче. Вон, чекай ящик. Это вот то, что с вас там выберем. Нет, я в ***. Нет, ну с вами реально было весело, кстати, стреляться. Ну, мне тоже понравилось. Мне только не понравилось то, что вы сегодня нас вот это приняли с топкой. У меня все ливнули. Ну, тайминг, конечно, да, мы хорошие там словили. Пришли вас рейдинг. Да, да, да. Там просто, бля, эмоции. Сидел я, значит, на трейн-ярде и перерабатывал свои компонентики. Как вдруг услышал, что ко мне подъезжает тачка, из которой высаживаются пять челиков. Я был зажат, и я совсем не знал, что мне делать. Ведь во мне было 2000 скрапа. У меня 2000 скрапа. Я буду тут сидеть до последнего. Ой, у них очень много рессов. Продолжение следует... У него просто миллиард Убил У меня есть фонарик У меня чуть не убили Еще убил У нас квадрат А это кемпер приехал? Я не знаю, походу Вижу его Снизу открыли дверь Да, это кемпер Тебя убили? Нет Один снизу подо мной Появился В тачке Убил Я всех тут убил нафиг Мы тут двоих убили Мы можем кемпер им разбить По фулу Каким-то чудом Во тьме ночной Мне удается перебить 90% этого отряда И забрать все их компоненты А их, поверьте мне Было очень много И было понятно Что они захотят их Закамбетчить И только мы готовимся Уезжать на их кемпер модули Как вдруг По нам начинается Шквал огня Мы застряли Убил Этого убил Этого убил У тебя тут спавн У тебя тут спавн Убил, 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 убил Я убил Все еще двое идут еще двое идут еще двое идут 1 убил слева слева где-то тут бомжара лутает убил беги сюда просто пытайся пробежать я бегу 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 и я тут да 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 я залутала этого типа ну вот и все ну вот и все прикинь какой я тайминг словил теперь этого скраба было достаточно чтобы полностью изучить все верстаки к сожалению нашу скалу никто рейдить не хотел именно поэтому мы решили устроить небольшой ивент для жителей этого острова ведь кому-то явно пригодились бы наши сокровища и закинув приманку в чатик я начал обустраивать нашу скалу и делать из нее небольшой лабиринт смерти если вы когда-то видели видос про пещеру сокровищ то вы наверное понимаете о чем идет речь я могу смотреть на то как я смотрю в камеру офигеть вот это уровень так это мы где это подъем все знаешь что надо сделать может не гантрапы везде и где-то жарилку парилку включить в это же время под нашим домом уже скапливались желающие поучаствовать в этом мини-ивенте и как только все мы подготовили мы могли наконец-то начинать раздачу но смысл такой это комната испытаний вот победит как бы тот кто заберет вообще ну вообще неважно вы можете забирать все что хотите уходить подождите сейчас только пока не заходите 2 секунды часть поехали ребят нифигасе у проскочу и видел у заспидране усмари да 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 смотри хитрые байтят смотри смотри этот уже оделся тут уже 4 трупа давай а они выбирают самый сложный путь эти типы бал сарисари какие гении оси ага за мвк дверью лежат вкусняшки ребят ой рубят друг друга тут первый убийца он зарубил своего они вдвоем они скопилировались санки отрубить смотри жадные какие боб пытается проскочить баба не получилось но так как эти два гения убивали абсолютно всех желающих и забрались самую центральную лутовую я решил их немного озадачить и поставить гантрап туда куда они зашли он не смотрит на меня готова давай 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 я смотрю смотрю никто же не говорил что это испытание будет простым и линейным правильно поэтому сейчас наступает вторая волна я открыл еще с другой стороны двери ребят капец я прям впереди поставил гантрап блин это офигенно с другой стороны еще двери открыты на крыше как капец тут тут трупов миллиард вообще можно да лутаться да да лутайтесь да лутайтесь ай блин а чуть не умер тут нормально улыбнулся слышишь Напился и прилег чисто Именно в таких испытаниях и проявляется настоящая сущность растеров Ведь тот, кто доходит до первого оружия, начинает месить всех Смотри, какие жадные друг друга убивают О, чувак сверху победил Ай, какой жадный, какой жадный тип вообще Бам Ой, убили его Петра убили Тут такая заруба происходит за этот дом С ритмом типы лутают Опять проскочил И что проскочил, хватает пушку, сейчас будет убивать того Смотри, 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 смотри Заруба в прямом эфире Он гений просто Он опять такими же мувами делает А кто его убил? Это банан еще и выходил Аккуратно двигается, двигается аккуратно Банан еще умер О, подними, подними Да Как он выжил? Вот это заруба, офигеть У нас тут в доме, я не знаю, что происходит Ну и напоследок, когда у гантрапов закончились абсолютно все патроны Мы решили поставить им огнеметную установку Чтобы жизнь медом не казалась Кто никому не трогает Ой, жаркое пошло, жаркое пошло, смотри Я пробежал Бэтмен нашел спуск потайной Бэтмен нашел потайной спуск И вот сейчас можно было сказать, что в нашем доме происходила поистине жаришка Вы посмотрите, какое количество челиков лежало у нас на пороге Короче говоря, борьба за дом шла примерно около часа И все это время мы с интересом наблюдали, во что же превратится весь этот дружелюбный замес Ведь каждый из бомжиков этого сервера хотел подлутать хотя бы что-то И как показывала практика, побеждали самые хитрые Те, кто смогли объединиться в одну команду, чтобы действовать сообща Но все же, как ни крути, победила дружба Ведь каждый из участников получил горы позитивных эмоций А я смог сделать для вас интересный контент Ну и конечно же, в самом конце мы просто раздали весь лут нуждающимся Итак, история Скалы Сокровищ подошла к концу Я надеюсь, вам понравилась данная история И вы поставили свою оценку И подписались на канал Поверьте мне, для меня это очень важно Ну а я в свою очередь буду стараться радовать вас контентом намного чаще Как в старые добрые Помните слово приключения Папа Чиза Ну и конечно же, отдельное спасибо хотел бы сказать всем ребятам Которые участвовали в этом видосе И даже нашим противникам Ведь без них, эта история была бы не такая интересная Ну и конечно же, спасибо всем зрителям, кто досмотрел этот ролик до конца Ну а я с вами не прощаюсь Увидимся в следующем ролике Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok